Главной темой минувшей недели оказалась судьба ижевского автозавода, который собрал последнюю в своей истории «Ладу Весту» и без лишней огласки распускает свой персонал. Пикантности ситуации добавляет и беспримерный в истории тайный выход на рынок новой модели. Рестайлинговая «Лада Веста» отправилась к дилерам и даже продаётся, но головной офис «АвтоВАЗа» хранит на эту тему стойкое молчание и не публикует ни цен, ни даже изображений своего автомобиля. Впрочем, некоторые успехи есть. Восстанавливаемое семейство «Лады Гранты» продолжает возвращать утраченные опции, а моторное производство нашло силы собрать хотя бы и ограниченную партию 16-клапанных двигателей. Горьковский автозавод о своих новинках не молчит. Осенью на российский рынок выйдет новый «Соболь-НН», а следом готовится и новое автобусное семейство — «Ситимакс». Скандал вокруг завода «Лады Ижевск» начался с открытого письма профсоюза президенту Владимиру Путину. Авторы письма посетовали, что предприятие обречено на медленное затухание в свете грядущего переноса «Лады Весты» на головной завод в Тольятти. И здесь важна предыстория. В 2011 году «АвтоВАЗ», наблюдая резкий подъём рынка, приобрёл завод «Ижавто». Предполагалось, что площадка станет базовой для выпуска автомобилей «Ниссан». В Тольятти тогда только готовили производство будущей «Весты», для чего полностью перестроили третью нитку главного конвейера, закупили сварочное и окрасочное оборудование. Однако новый президент Бо Андерсон принял неожиданное решение перенести производство новинки, и в «Ижевск» пришлось спешно отправлять часть оснастки, которую «ВАЗовцы» успели смонтировать и наладить. Не случись кризиса 2014-2015 годов, Андерсон вышел бы победителем. Запустить флагманскую модель в Эдмуртии оказалось гораздо быстрее, а дорогую логистику должен был отбить ажиотажный спрос. Однако «Веста» взлетела не сразу — «Ниссаны» постепенно ушли, и «АвтоВАЗ» получил новый, но пустующий конвейер. А заодно — 10 миллиардов рублей убытка — ровно столько, по воспоминаниям заводчан, стоил компании внезапный перенос оборудования. Кроме того, в «Ижевск» приходилось регулярно вкладывать — как минимум, чтобы поднять до 20% степень автоматизации производства, которая поначалу составляла ничтожные 2%. Вдобавок сюда последовательно переехали часть штамповки, включая линии по изготовлению панелей быковин, дверей и крыши, а также производства бамперов, панелей приборов, обивок дверей и других пластиковых изделий. Всё ради удешевления логистики. И тем не менее, в Тольятти делать «Весту» будет дешевле. Чтобы оправдать очевидно назревший переезд, «АвтоВАЗ» собрал в «Ижевске» журналистов на презентацию новой индустриальной стратегии. Едва ли мероприятие готовили заранее, и вроде как в стремлении избежать телекамер, канал «АвтоПлюс» снова не позвали. Зато «АвтоВАЗ» наконец определился, какие модели, на каких площадках и в каком количестве нужно выпускать. Итак, «Лада Веста» перемещается на основную площадку. Притом не на третью линию главного конвейера, как мы предполагали, а на линию «Б0», где прежде выпускались «Ларгусы», «Х-Реи», «Сандеро» и «Логаны». Официальная причина переезда — в необходимости выпуска большого количества «Вест». Дескать, 230-тысячные мощности ижевского завода будет недостаточно, когда российский авторынок выйдет из глубокой комы и сможет принимать по полмиллиона таких машин. Напомним, что годовой тираж «Вест» ещё никогда не превышал 130 тысяч экземпляров. Поэтому по факту «АвтоВАЗ» сейчас всего лишь активирует режим экономии. Смена сборочной площадки позволит минимизировать логистические расходы — напомним, что силовые агрегаты, детали шасси и многое другое приходилось возить в Ижевск из Тольятти. Теперь этот поток частично развернут. В Ижевске останутся штамповка стали, формовка пластика и некоторые другие производства. Не будут разбирать сварочный комплекс и конвейерную линию. А вот сварочные кондукторы и некоторое специализированное оборудование придётся перенести — ведь варить кузова «Вест» из отштампованных в Ижевске деталей теперь будут в Тольятти. По официальной версии, принудительных сокращений не будет. Но будут всевозможные программы, чтобы персонал уходил добровольно. Из 3200 человек должно остаться всего полторы тысячи. По информации здания «Дром» людей должны уволить по соглашению сторон до 31 августа. Те, кто работает на заводе до 20 лет, получат пять окладов. Проработавшие от 20 до 30 лет — шесть окладов. Работникам, отдавшим компании более 30 лет, положены семь зарплат. Всем ушедшим добровольно, вазовские кадровики даже обещают подыскать подходящие вакансии за периметром предприятия. Отдельные меры поддержки будут оказаны лицам предпенсионного возраста. Тем временем главный долгострой российского автопрома — рестайлинговая «Веста» пока ещё ижевского производства — наконец добралась до российских дилеров. Правда, рыночный дебют выходит скомканным. Напомним, что презентация новинки прошла 22 февраля. А весной заводчане рассчитывали провести журналистский тест похорошевшего флагмана. Но затем случилось то, что случилось, и первая партия собранных машин оказалась на данный момент единственной. Эти 800 «Вест», прежде стоявших на заводском складе, теперь равномерно распределены по дилерской сети марки «Лада», которая состоит из трёх сотен шоурумов. То есть каждому дилеру достаются буквально два-три экземпляра. Почти все выпущенные машины в средней комплектации «Комфорт». Зато покупатель сможет выбрать разновидность кузова — седан универсала либо кросс-версии — и силовой агрегат, включая санкционное сочетание атмосферника Renault и вариатора «Джатка». Что касается цен, то ситуация беспрецедентная — «АвтоВАЗ» их не публикует и даже негласно запрещает продавцам выставлять автомобили в шоурумах. Мы посетили два дилерских центра в Москве, намереваясь отснять автомобили. И получили отказ. Дескать, машины есть, но показывают их только потенциальным покупателям. Впрочем, цены нам известны. Седан с механической коробкой передач стоит 1 миллион 630 тысяч рублей, то есть доплата за рестайлинг — почти 450 тысяч. Но это ещё полбеды, потому что дилеры продают автомобили с дополнительным оборудованием на 300-350 тысяч. Поэтому седан на механике реально продаётся за миллион 900 тысяч, а универсал с вариатором — за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Очевидно, что заявочный тираж рестайлинговых автомобилей молниеносно найдёт своих хозяев. Притом топовые комплектации, главная примета которых — огромный планшет медиасистемы. Вазовский менеджмент оставит себе для корпоративных нужд. На минувшей неделе на заводе «Лада-Ижевск» закончили собирать и вторую партию. Имеющихся компонентов хватило, чтобы сделать ещё 240 седанов и универсалов, включая кросс-версии. Что касается полноценного серийного выпуска уже в Тольятти, то он запланирован на весну 2023 года. Притом машинам, очевидно, придётся измениться — в нынешней версии рестайлинговой «Весты» много компонентов из ассортимента «Рено». К слову, столичный завод «Микрон» уверяет, что готов вывести российский автопром из кризиса. Для этого предприятие наладило выпуск 32 типов микросхем, включая как массовые, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей. Это детали, готовые к применению в бортовой электронике и системах управления двигателем, водительских ассистентах и осветительных приборах. Впереди постановка на производство ещё 40 разновидностей чипов. Предполагается, что электронные компоненты зеленоградского производства успешно заменят продукцию заграничных концернов, покинувших российский рынок. С уходом «Весты» новой профессией завода «Лады Ижевск» станет производство электромобилей. А точнее — аккумуляторных «Ларгусов», над созданием которых сейчас работает команда инженеров под руководством авторитетнейшего Олега Груненкова. Уже готов концепт грядущей машины. Правда, в привычном понимании концепт — это всё-таки полноразмерная вещь. Статичный или ходовой макет. Но «Лада» показала скорее идею, жизнеспособность которой подтверждал разрезанный кузов. В этом кузове можно было рассмотреть тяговый мотор, установленный вместо коробки передач, а также блоки аккумуляторов, расположенные под задним сиденьем и в моторном отсеке. Но до финальной конфигурации ещё слишком далеко. Только представьте, пока не определены ни поставщик электромоторов, ни разновидность батареи. На макете установлен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор, но рассматривается также литий-железо-фосфатный. Соответственно, и сроки появления и «Ларгуса» сейчас предсказывать слишком рано. Ведь даже тестовые экземпляры новинки удастся собрать не раньше 2023 года. Тем временем, АвтоВАЗ продолжает расширять гамму-версии антисанкционной гранты. ВАЗовский бестселлер даже умудрился разжиться многими докризисными опциями — за исключением лишь подушек безопасности и антиблокировочной системы. Впрочем, поставки эйрбэгов на конвейер должны возобновиться до конца августа. А вот АБС вернётся не раньше следующего года, так как для этого требуются многочисленные испытания, — заявил глава автогиганта Максим Соколов. Но сейчас немного не об этом. Итак, в линейку комплектаций вернулось стильное исполнение Club. К перечню оснащения базовой версии здесь добавлены кондиционер, обогрев лобового стекла, задний парктроник, аудиосистема и двухцветные колёса. Кроме того, наружные зеркала имеют чёрные корпуса и встроенные поворотники, а оригинальную обивку сидений украшает вышитое название комплектации. Стоят такие седаны и универсалы на 122 тысячи дороже базовых. Для приподнятого универсала Lada Granta Cross снова предложена некогда популярная комплектация Quest. Она, в свою очередь, включает кондиционер, аудиосистему, обогрев лобового стекла, задний парктроник и водоотталкивающую обивку сидений. Отдельный акцент сделан на багажном отделении, где уложен резиновый поддон и смонтирована багажная сетка для крепления поклажи. Визуальные особенности — это чёрная окраска крыши и рейлингов плюс двухцветные колёса. А ещё АвтоВАЗ возобновил производство второго двигателя. На конвейер вернулся 106-сильный 16-клапанный мотор, в котором использовалась шатунно-поршневая группа Federal Mogul, топливная рампа и форсунки Siemens Deco и датчики Bosch. Скорее всего, полноценная замена им пока не найдена. Паблик Автоград News сообщает, что в Тольятти собрали 600 двигателей. Все они предназначены для обновлённой Весты и Ларгуса, нормальное производство которых пока не восстановлено. Когда компания Renault объявила об уходе из России, было сказано, что с сервисом и гарантией отныне будет заведовать АвтоВАЗ. Однако передача обязательств, мягко говоря, затянулась, и у владельцев французских машин накопилось множество вопросов. Как было обещано, техническим обслуживанием и поставками запчастей для Логанов, Сандера и Дастеров, вскоре станет заниматься АвтоВАЗ. Все эти операции возложены на дочернюю компанию Lada Image. И хотя общество Renault Россия прекратило деятельность ещё месяц назад, российский сайт Renault перестал работать только сейчас. И при попытке зайти на него вы попадёте на специальную страницу Lada, где владельцам автомобилей Renault предлагают ввести паспортные данные и подписаться на почтовую рассылку о сервисе. Так вот, как оказалось, ответственным за качество автомобилей Renault остаётся московский автомобильный завод «Москвич», что выступает правоприемником компании Renault Россия. И это касается даже автомобилей Тольяттинской сборки. Пока не ясно, как будет работать такое разделение ответственности. Подробности объявят позже, когда состоится подписание всех документов. Но очень похоже, что согласование гарантийных работ станет намного сложнее. Кстати, Минпромторг вдруг исключил бренд Renault из перечня разрешённых для параллельного импорта. Объяснение невнятное. Поскольку АвтоВАЗ принял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию марки, а завод «Москвич» уже в этом году возобновит выпуск автомобилей. Какое это имеет отношение к собственным машинам Renault и повлияет ли на порядок ввоза через Беларусь и Казахстан, сейчас не вполне понятно. В прошлом году группа ГАЗ показала на выставке Комтранс несколько новых автобусов. Причём особое внимание тогда привлекла перспективная модель CityMax 9. И не столько эффектным дизайном или огромной площадью остекления, сколько заднемоторной компоновкой. Понятно, что для машины длиной 9 метров и вместимостью 77 пассажиров именно заднее расположение двигателя подходит лучше всего. Однако выпускать новинку планирует не Ликинский, а Павловский завод, прежде делавший только переднемоторную технику. Первой в серию пойдёт дизельная версия, а в дальнейшем линейка будет расширена за счёт газовых и электрических моторов. В углеводородных моделях CityMax'а использованы четырёхцилиндровый двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка собственной разработки газа. Уровень локализации таких автобусов составит немалые 90%. Другими достоинствами оказались большая площадь низкого пола, просторная накопительная площадка, электрическая аппарель и система книлинга, что позволяет машине приседать перед остановками. Вообще расположение двигателя сзади позволило расширить проход между сиденьями, а попутно улучшить эргономику рабочего места водителя. При этом общая площадь свободного пространства салона, как уверяет производитель, оказалась рекордной среди автобусов такого класса. Для запуска новинки группе ГАЗ потребуется вложить около 2 миллиардов рублей, из которых 500 миллионов — льготный заём, выданный Фондом развития промышленности. Серийное производство должно стартовать до конца этого года. А вообще, девятый Ситимакс — это первая модель из нового поколения автобусов группы ГАЗ. В частности, сверху модель среднего класса прикроет 12-метровый Ситимакс 12, способный перевозить до 85 пассажиров. А со временем в гамме будут машины длиной от 9 до 19 метров и вместимостью от 70 до 200 человек, которые будут выпускаться на всех автобусных заводах компании. На следующей неделе Горьковский автозавод выходит на работу после двухнедельных каникул. За это время инженерный корпус и обслуживающий персонал смонтировали оборудование, необходимое для выпуска семейства Соболь-НН. Чтобы ускорить процесс, Фонд развития промышленности предоставил группе ГАЗ льготный заём примерно на 800 миллионов. Вообще, запуск новинки будет стоить производителю больше трёх миллиардов рублей. В дилерской сети живые машины появятся под занавес года — в ноябре или декабре. При этом продавцы ожидают, что бензиновый фургон должен стоить около 2 миллионов 200 тысяч рублей. Первыми на рынок выйдут грузовые и грузопассажирские исполнения. А пассажирский микроавтобус встанет на конвейер примерно весной. А следующим этапом развития семейства станет внедрение полного привода.